Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Безусловно, одна из самых лучших поэтесс современности. Марина Кацуба. Ваши мурные овации. Для нас большим сюрпризом, но и также большой радостью оказалось сегодняшнее присутствие здесь и поэта-музыканта Мэйти. Привет тебе большое. Добрый день. Добрый день. Ну и, ребята, конечно, представьте обязательно Диму, потому что те, кто нас смотрит, уже видят, что есть еще один молодой, симпатичный человек и не с пустыми руками. Позвольте мне. Пожалуйста. Наш замечательный музыкант Дмитрий Тугалуков. Дим, спасибо тебе большое. Ждем уже с нетерпением звуков твоих, да, и чтобы оценить в полной мере талант. Мариночка, ну, во-первых, я тебя спешу поздравить с тем, что у тебя потрясающе проходит твой тур. Первый, насколько я понимаю, в твоей жизни такой большой, полноценный тур, гастрольный тур. По городам мы весям. Уже позади Казань, уже позади Минск, еще какие города? Да. Все расскажу. Очень рада, что удалось нам встретиться, наконец-то. Да, мы, честно, долго ждали этой встречи. Потому что мы откладывали как раз из-за тура эту встречу, но сегодня я приехала в Москву пораньше специально ради вас. Миша просто пришел встретить меня на вокзал, чтобы поддержать меня морально, потому что я, конечно, после восьми уже концертов подряд чуть-чуть устаю физически, эмоционально пока нет. И вот поэтому пришлось ему вместе со мной пойти в эфир. Так бывает, если со мной свяжешься, что оказываешься в неожиданном месте, в неожиданное время. Но это, конечно, приятный сюрприз для меня и, надеюсь, для Миши тоже. Ну, давайте сразу скажем, ну что же, красивее, что молодые, красивые ребята с улыбками на лицах, с влюбленными глазами. Ребята, между прочим, еще Марина и Михаил, это пара. Между нами тает лед. А был ли он этот лед? Мы поговорим про ваши отношения. Марин, как твой тур проходит? Я крайне удивлена той реакцией людей в городах, тем количеством публики, которого я встретила. И несмотря на сложности перелетов, всякие моменты, связанные с менеджментом, организационным, потому что мы первый раз это делаем, первый раз всегда больше всего нюансов и мелочей всплывает. Но сами концерты и та атмосфера, которую мы получаем, это что-то изрядно выходящее. Я совершенно по-другому себе это представляла. Намного хуже со всем своим ленинградским снобизмом. Я думала, ну вот, там полторы калеки, которые слышали один текст. Ну что же такое? Так и ехало. В итоге мне подарили столько любви, цветов, портретов, стихов, книг, своих книг. Я встретила столько интересных людей, с которыми передружусь. Поддерживаю связи. Благодаря поездке в Калининград мы выступили случайно с группой Марсель, например. У нас сегодня были утром они в гостях, между прочим. Мы с ними списывались. Это такая случайность. Они просто увидели в Инстаграме пост, что мы в Калининграде зашли к нам. У Мити был с собой саксофон. И всё. И понеслось. Так же в Минске случилось с Ваней Нойзом Алексеевым, который стал гитаристом на целый концерт моим. И спел свою лучшую, любимую мою песню, лучшую, неправильное слово. Певица Монеточка чудесная, смешная стала неожиданно спецгостем. Ну вот и сегодня неожиданно стал спецгостем Миша. Это самое важное. Непосредственность, искренность. И плыть по течению. Впускать всё крутое, интересное, что приносит каждый город. Ну давай расскажем теперь о том, что и у жителей Москвы теперь есть возможность посидеть очень красивое, крутое, поэтическое, музыкальное событие. А именно твой концерт. Твой концерт московский большой, с участием ещё и гостей каких-то очень хороших. Рассказывай, пожалуйста, подробно, где, когда, кто будет у тебя. Также совершенно по наитию и по инициативе моих друзей, которые музыканты, почему-то большей частью и поэты, и рэп-музыканты. Получилось, что у меня будут пять спецгостей на концерте в Москве. Мы уже анонсируем это в сетях. Концерт состоится 10 октября в 19.30 с начала. На площадке Культурный центр Дом. Мы там уже выступали в начале лета с поэтом Димой Птицами. Мне там очень понравилось. Там чудесный инструмент, рояль, на котором и Дмитрий тоже поиграет. Я буду выступать со своими музыкантами петербургскими. Миша будет выступать с Дмитрием. Будет выступать певица Шура Кузнецова, которая... Поёт на твои стихи песни. Поёт только мои стихи. И сейчас мы заканчиваем её второй альбом. И в нём, наконец-то, будет фит наш совместный, где я читаю куплеты уже не только как автор, а как и исполнитель, проявляю себя и в её музыкальном пространстве, что достаточно для меня важно, потому что у нас с Шурой нежные отношения. Также рэпер Дима Бамберг или Дима Шок — скандально известный персонаж, который ассоциируется больше с батл-рэпом и твиттером, достаточно гневным. Но он является моим близким другом, автором моего последнего сборника. Он отрисовал мне обложку моего первого альбома сегодня. Что характеризует его, конечно, как очень хороший. Конечно, и его рукой набита моя последняя татуировка, и вообще мы в тёплой дружбе. Что была последняя татуировка? Что там у тебя? Птичка. Но она находится на пояснице, поэтому мы не будем её террасировать. Ну, может быть, ближе к лету, когда уже потеплеет, тогда ты придёшь в соответственном наряде. 10 октября, друзья, насколько я знаю, билетов там практически нет, но совсем единицы какие-то остались. Это даже ещё не все в гости, Саша. Ещё Ваня, но из МСИ, конечно же, тоже будет. И более того, я позвала девочку, её зовут Милослава, ей 15. Я нашла её в Инстаграме, она просто спела несколько песен на мои стихи. Настолько меня вдохновило, что мы решили, что уже чего, собственно, это уже фестиваль, и, в принципе, можно и её тоже пригласить. Я думаю, это будет бомбическая история, и мы с тобой... Да, станем свидетелями. И самое главное, давай успокоим сразу всех, что Марина-то тоже будет читать свои стихи. Не только гости могут подставать. Марин, можно попросить тебя сейчас зачитать что-то? Мы с огромным удовольствием уже хотим услышать. Я думаю, что мы перед помощью Димы, спасибо большое, что он согласился прийти, прочтём стишок, который называется «Интро», и он открывает мой альбом сегодня. И десятого числа я его обязательно прочитаю. Что рассказать тебе, деточка, про свои рифмы и поиски рифм? Запускают дети в мои по лужам бумажные корабли, Те корабли, настоящие всех на свете. Так вот, и слово сложилось, и поплывёт в дальнее плавание лужи чужих эмоций. Если стараться, получится самолёт, он полетит кого-то, поднимет в воздух. Скажут спасибо, я, деточка, всё приму. В каждом спасибо, ты знаешь, живёт надежда, что в этой грусти, В густом сигарет дыму я научилась складывать в слово нежность. Что рассказать тебе? Сердце, увы, болит. Я слишком внимательна к людям, смешна, ранима. И всё запускаю в мир, Свои белые корабли, Мол, ну пусть приплывут К моим впечатлительным, Анонимам. Спасибо, спасибо, Дима. Это очень красиво. И, вы знаете, вдвойне восхищает ещё, что за руялем, за клавишами, в данном случае, практически уже дипломированный врач у нас находится, у демони медицинского образования. Более того, это не мой музыкант, а Мишин. Мишин музыкант. Как он быстро, качественно находится с тем, как поддержать мою поэзию, отдельной похвалы и уважения заслуживает. Марин, ну, если говорить о тебе, ты, конечно, поэтесса. Ты поэт, да, прежде всего, и музыка, она постепенно появляется в твоей жизни. Есть уже там музыкальный альбом, выпущенный сегодня. Вот ты только что рассказала, что будет даже уже и твои вокальные партии, мы очень скоро их услышим. Миша, что касается тебя, ты-то, прежде всего, поэт или музыка? Расскажи-то нам, Миша. Миша, Миша. Скажем так, что начиналась поэзия. И первые вещи, которые были созданы путем сочинительства, это были стихи. Потом показалось, что, наверное, этого мало. И захотелось музыкально облечь в какую-то форму свои сочинительства. Наиболее с подручным жанром мне показалось хип-хоп-музык. Но однако ты сказал, что тебя особо нельзя отнести к этому жанру. Ну, я почитывал, конечно, сначала. Так. Кто этим не увлекался, да? Все почитывали понемножечку, правда же? Каждый сорванец в душе был ведом американскими крутыми ребятами. А после, наверное, с возрастом, не в том плане, что с годами, а в том плане, что становляясь чуть старше, я начал иными мыслями, иными побуждениями как-то существовать. И захотелось уже переступить эту грань бесполезного, пустого какого-то описания чего-то несуществующего. Стал писать о том, что действительно меня тревожит и беспокоит. Любовь, отчий дом, родной край. Есенин всегда прав. Ох, мы про Есенину обязательно еще поговорим. Да, действительно, очень хорошая, важная тема. Друзья, прервемся совсем ненадолго и продолжим общаться с нашими гостями. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Друзья, у нас сегодня в гостях поэты Марины Кацуба и Мэйти. Мы уже общаемся, мы уже послушали Марины. Сольный концерт будет творческий, потрясающий, красивый, поэтический, музыкальный. Марина Кацуба 10 октября, и, кстати, одним из участников будет Мэйти. Мы сейчас хотим послушать. Михаил, твои стеки. Миша, пожалуйста. Давайте сделаем это. Италия Мне снятся твои сарафаны и белая талия Мне так надоела Москва и слепые метания Я вижу твой берег у моря и вечер свидания И пленником мята впускаю в окошко апрель Монголия Мне нравится край твоего косогора, но более Мне снится твоя белостепь и твоя меланхолия Доряби в глазах провожают рассветы Магнолия И прочие редкие радости этих земель Швейцария Швейцария Я истинно вижу твое золотое мерцание Я чувствую запах ручьев и твое отрицание Я слышу, как сыплет снега, мне бы только касание Но поезд умчит в твои горы Увы, не меня Хорватия Мне снится твой мыс и твоя красно-белая братья Шиповник за белой рекой и твоя демократия Я верно готов одуреть, чтобы крепко обнять тебя И верно бы совесть на твой лазарет променял Ах, Грузия Как крепкая рьяна Москва бы меня не мутузила Я скоро поправлюсь и брошу к ногам твоим грузила Я буду влюбляться в твои облака до контузии И свято тебе обещаю приехать и жить Болгария Мне цепок и ценен твой флаг, родовая регалия Мне близок твой путь и твои вековые предания Остаться в тебе я готов без вины и оправдания Но вряд ли смогу полюбиться и мирно дружить Но знаете, куда бы ни вел меня компас мечтаний и памяти Какой красотой бы не вылиты были их паперти Не будет дороже церквей И вы все понимаете В которых оставил уста вместо тысячи стран То родина Где зелень полей разбавляет кустами смородина Где волк на дороге прощает и тихо уходит Где молятся белые люди И солнце восходит И мель на реке заменяет Любой океан Потрясающе Заключительно, спасибо, Мэйти Очень круто Марина Стихи в первую очередь Или Миша сам как мужчина Кто первый завоевал твое сердце? Стихи Стихи сначала? Да, я давала интервью какому-то рэп-порталу весной И я растрогала сейчас немножечко И меня спросили о том, кто из современных рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэпс Мне нравится Я указала небольшое количество тех, кто подразумевает под собой именно работу Ну, то, что мне интересно, да, с образом, интенсионные вещи, символизм какой-то глубокий, лирический аспект, Лёша Асай, как прообраз, да, ну, и же с ними артисты, которые интересны в словообразовании, там, Дима Кузнецов-Хаски, и там, ещё какие-то, Ваня, но из МС. И тогда ребята скинули мне внешнюю страничку и сказали, а вот неужели вы не слышали про такого молодого человека, если вы ищете в рамках хип-хоп пространство что-то действительно величное, глубокое и трогательное, то... И я засела на ночь целую слушать свои стихи. Это была первая ночь ваша, да? Это была ваша первая ночь, послала ему значок, да, с поднятыми ручками. Ну и так мы начали общаться какое-то время. Миш, ты уже знал про Марину тогда, про её существование, про её стихи? Да, да, более того... Что для тебя эти ручки подзначили в тот момент? Если говорить откровенно, то я всё предвидел, получив этот смайл. Но о Марине узнал, наверное, три года назад, пожалуй, это такой самый минимальный срок, но знал всегда вдоль до около, потому что, в принципе, в жанре, в хип-хоп и тем паче в поэтическом тогда ориентировался слабо и пытался поверхностно как-то выхватывать. Марина была на слуху, тем более, когда вот случился этот нашумевший Versus Battle, да, в котором... С участием Марины, как раз. Простите. И победой. В котором Марина, да, одержала победу. И тогда вот уже предметно ознакомился, уже посмотрел страницы, соцсети, почитал стихи. Ну и, собственно, это история про совпадение чисел и нашу внутреннюю религию под названием «22». «22», да, любимое число у Марины. «22» тентуровка. «Первисборник» «22». «22» продакшн, твоя продюсерская агентство. Миша родился 22 ноября, мы оба скорпионы, зеленоглазые, неприятные люди, и у него на теле есть часики, на которых время как 22-22. А вторая книжка моя называется «М», и мы тоже видим эту букву у него на шее. И в имени его. И в имени твоем. Эзотерических вот этих вот совпадений, которые, ну, может, даже сейчас не хочется выносить там полным объемом, но которые тяжело проигнорировать с учетом того, что мы верим в символы оба. А расчудесные милые шизики всегда верят в, казалось бы, очевидную ерунду. Ну, а дальше? Ты в Петербурге, Миша в Москве, насколько я понимаю. Мы, показывает Миша, мы катались на колесе обозрения и пытались быть друзьями очень долго. Ну, как очень долго? Это для нас, поэтов, очень долго, для нормальных людей это, наверное, ничего. Несколько месяцев пытались быть друзьями, отчаянно, но... Но 22 победило свое дело. Да. Марин, я очень хочу, чтобы ты успела нам что-нибудь прочитать, и после чего мы должны будем идти на рекламу. Я прочитаю стихи этого лета про любовь. Отлично. Не буду говорить, про кого они. Может быть, кто-нибудь догадается. Мы попробуем догадаться, да. Дим, знаешь, какие, ну, которые про любовь, два стихотворения? Да. Солнце разлито в пазухе, лето ветром споласкивать, наша песня теперь. И не будет дописано, названо, я молчу о тебе, но любовь не нуждается в азбуке. Дело случая, лучики падают в листики, просто мучай меня, мой единственный, и не смей тишину разменять даже мысленно. Ты молчишь про меня, но любовь слишком громкая и истина. Любовь слишком громкая и истина. Гудит в висках, гудит весь дом экран, как будто кровью, не водой пролили. Она уходит, потому что ей пора. Она уходит и приходит ливень. И ливень льет безжалости на туг. Гудит в висках, в суставах, в сердце, к грудь. Она уходит, потому что ее ждут другие города, другие люди. Они ее полюбят и споют. Твой ливень льет, твой вечер будет хмурым. Не догоняй ее, останься тут. Глядеть сквозь воду на ее фигуру. Спасибо, Дима. Девушевство просто происходит и на студии. Друзья, мы прервемся. И очень скоро продолжим программу «Лучшее в стране». Оставайтесь с нами. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается программа «Лучшее в стране». У меня сегодня в гостях чудесные, потрясающие поэты Марина Кацуба. Мэйти, мы говорим обо всем. Даже во время того, как вы смотрели только что клип Александра Маршала и Наташа Королева, мы даже поговорили про творчество Валерии Леонтьева. И Мэйти сказал, что там в свое время человек действительно был величайшим, наверное, да, скажем так, музыкантом или шоуменом. Совершенно верно. Так и есть. Ты фанател прямо или просто ты наблюдал и видел колоссальный труд за этим? Начнем с того, что, наверное, я еще не родился, когда... Колоссальный труд уже был проделан. Когда колоссальный труд, да, был уже проделан. Спасибо за подсказочки. Я всегда рядом. Но, да, повторюсь, то, что когда я пересматривал раннее видео относительно там современных лет эстрады, да, нулевых и вот последних лет, 80-е и 90-е, те видео и те песни Валерия Леонтьева, это абсолютная космокислота. В хорошем смысле, в хорошем смысле, да. Это западное звучание и западная картинка в том плане, что смелости, смелости решений и... Смобытности. ...полного отсутствия боязни показаться непонятым, никаким-то неправильным. То есть Валерий Леонтьев, the best. Большой привет, если он вас сейчас смотрит, слушает, я думаю, что будет невероятно приятно, да, оценка таких талантливых ребят, как вы. Марин, я хочу спросить, почему у тебя на кофточке вот этот брошь, как называют, да, правильно, наверное, Сергей Есенин, да, есть возможность, прошу операторов, показать крупным планом, да, а тем, кто слушает, рассказываем, что у Марины на груди Сергей Есенин. И когда я спросила у Марины, почему, у нее и фермер, я сказала, а у нас два Сергея Есенина здесь, и вдруг выяснилось, что... На самом деле, это даже, наверное, следует историю, как он оказался на моей кофте. Сегодня Миша меня встретил в Москве, и мы заехали в гости собраться и позавтракать к моему одному из самых близких друзей. Один из них Иван Алексеев на ЗМС, а другой Леонид Алексеев, это дизайнеры одежды, достаточно известный персонаж тоже, модный деятель. И когда я собиралась, он предложил мне на выбор какое-то количество брошек, потому что, будучи человеком, профессионально занимающийся подготовкой образов, он сказал, что на среднем плане базовый бежевый — это скучно. Ты писательница, мы должны какую-то маленькую деталь внести. Это о том, какие заботливые, прекрасные люди меня окружают и просто в подушке тепла держат и растят. — И ты выбрала Сергея Есенина? — Я выбрала Есенина, потому что... — Потому что день рождения был совсем недавно, на днях, 122 года со дня рождения. — Да, и это очень... Вообще Есенин — важнейший персонаж для страны нашей, и это тоже одна из наших сопряжений с Михаилом. У нас дома у обоих одинаковые портреты есть Есенина, который... Причем этот портрет Миша очень долго искала, он у меня достался от бабушки, от прабабушки. — Марина. — Поэтому портрет у Миши набился, я татуировку у него на плече есть Есенина. — Я и хотела спросить, это когда у тебя брошь, да, на груди, или когда у тебя портрет дома книжки Сергея Есенина, но когда делает человек татуировку, вот это, наверное, еще о большем говорит. — Тут уже... — Если можно, слово добавлю, мой вариант портрета Есенина, который на стене, был на блошинном рынке в Петербурге приобретен. — Ну где же еще дают красивых Есенин? Конечно, у нас в Петербурге на блошинных рынках дают. — Что касается татуировки, то, честно говоря, выскажусь скромно, потому что не люблю рассказывать о том, что это клево. — Пусть каждый сам решает про татуировки. — Ты вообще имеешь в виду про татуировки. — Поэтому для кого-то наверняка неприемлемо, кому-то... — Мы даже не про это говорим, мы говорим, что конкретно татуировка... — Смелость решения заключается в большой любви к его поэзии. Более того, я предметно изучал на протяжении трех лет, наверное, его жизнь, его личность, ордены мужинистов, все связующие даты, звенья, свое расследование о том, был ли он убит или совершил самоубийство. Прошу прощения за негативный ключ немножко. Но абсолютно определяющий поэт конкретно в моей жизни. И думаю, полюбить отчизну, родину, маму, близких и вообще жизнь без знания и любви к творчеству Есенина не представляется возможным. — Миш, сколько тебе лет? Можно задам этот вопрос? — 25. — 25. Ты знаешь своих сверхников еще, которые также относились бы к творчеству Сергея Есенина? — Марина, ты знаешь? — Я знаю. — Знаешь, да? — Да, причем какое-то количество не очень большое, но с учетом того, что все они действительно талантливые люди, как и Миша, я говорю это с чистой совестью, уверенностью. — Как мне хочется, чтобы сейчас нас смотрел директор музея имени Есенина, Светлана Николаевна Шитраков, потому что я представляю, в какой дикий восторг она пришла просто. — Удохновляйтесь к творчеству Сергея Есенина. Более того, я сама неравнодушна к нему. Есть несколько текстов, повлиявших на меня и оставивших глубочайший отпечаток. И я еще вспомнила, знаешь, историю, по-моему, я не рассказывала тебе ее, Миша. Однажды для издания «Порт-магазин» в материал «Духи и туманы» я снималась в какой-то очень красивой образе ленинградской женщины. И там ряд вопросов было о том, кем вы хотите быть. Напитком, книгой, городом. — Какая прелесть, да. — И в конце, каким персонажем из прошлого? И я ответила, не задумываясь, что я хотела бы быть и Сидор, и Дункан, чтобы хотя бы немного повстречаться с Сергеем Есениным. — Боже. — Как тебе такое, Миша? Как тебе такое признание? — Я тебе покажу вечером эту статью. — Миша, буквально на два слова хочу узнать итог твоего расследования. — К завершающей части подходя, был абсолютно убежден на 100%, что это было убийство. И буквально закрывая собственную книгу размышлений, версий и идеологий, убедился в обратном. — Объяснять, наверное, не имеет смысла по причине того, что коротко не получится. — Конечно, конечно. — Емко очень трудно. Ну, такие вещи обозначить. — Я вполне, скажу так, я вполне допускаю, что, пусть это будет слегка иронично, в момент, когда он принял решение уйти из жизни, в его номер в Ангелитере вошли люди с этой же целью присущие. — Чего попало, да. — Я абсолютно приемлю такой вариант развития событий. — Ребята, ну давайте Сергея Александровича оставим, он и так с нами, и в студии здесь, и в песнях, и в душах, и в книгах. — Да, здравствует. — Ну, совсем чуть-чуть еще про татуировки я все-таки хочу поговорить, потому что я сразу обратила внимание на руки Миши, где написано «Твой друг». — Можно я расскажу? — Да, пожалуйста. — Последняя Мишина татуировка одна из последних, а он недавно в моем межтурье, мы придумали это слово, потому что сейчас у меня закончится тур. — В прерывах между городами. — Да. Как только у меня закончится тур, у Миши начнется вот в этих межтурье, когда… — И начнутся телефонные звонки, смс, сообщения. — Сообщения. — Он несколько дней провел у меня в Петербурге, и прекрасный мастер петербургский Саша Сода, который бьет давно Миши часть его картинок, сделал ему эту татуировку. Я была тем самым человеком, который его… — Придумал текст? — Нет, который моет ему голову, надевает его, бреет и кормит ложки, потому что первый день это достаточно… — Ну, конечно, руки, да. — Ну, а про скрытый смысл Миша сам расскажет, конечно. — Нравится мне одно из речений у Сергея Михалка, некогда солиста группы Лепеструбецкой, ныне группы Брутто. Я везде друг и нигде хозяин. Возможно, оно принадлежит кому-то, а он транслятор этой мысли, но оно мне очень нравится. Вот так же и я для людей, которые встречаются на моем пути, даю готовность… — Ты открыт абсолютно для всех и сообщаешь о том, что я… — Потому что я ваш друг изначально, а дальше уже ваше право. — Потрясающе. Я первый раз такое вижу, это, правда, очень заставляет задуматься, да, и так, в общем, располагает к себе. Ребята, ну давайте почитаем, не знаю, кто Марина, а кто Миша, решите сами, влюбленные. — Уступаю. — Точно? — Точно. — Ладно. — Читаем стихов про море, шумит и врезается материк. — Читайте. — Конечно. — У меня много стихов про море и про воду, потому что я петербурженка до мозга костей. Это правда. Пожалуй, больше всего. Море шумит и врезается в материк. Время смывает. Все клятвы и обещания. А я твоя птичка. Я маленький чик-чирик. Я улетаю за осенью, не прощаясь. Будет что вспомнить. Слезы, звенящий лес. Желтые листья, красные листья, мертвые листья. Вот мой автобус и в нем не осталось места. Он мчится вечностью. Ну как тут остановиться? Вот мой автобус. Твой смех переходит в крик. Ты вспомнишь меня счастливой, дурной, нелепой. Я твоя птичка. Я маленький чик-чирик. И ты всегда знал, что я не могу без неба. Друзья, программа «Лучшая в стране». Мы продолжаем у нас с Марины Кацубой в гостях. Мэйти. 10 октября будет концерт Марины Кацубы. Мэйти мы там тоже увидим, услышим. А, между прочим, 7 октября у нас с вами есть возможность посетить лекцию Марины. Марина, давай расскажем об этом. Что это за история? Ты в курсе всего? Ну, помимо литературы и поэзии, громкое слово, но позволю себе его, о которой я занимаюсь уже сколько? 25 лет. Я пишу вот ровно в длину Мишины жизни. Я пишу стихи. У меня есть основная еще работа, на которую я редко хожу, но... Ну, потому что там уже есть хорошая команда, все налажено. Да, это продюсирование съемок, в основном фотосъемок, модных, коммерческих и видео. Причем пришла я через слово тоже к этой работе. Я когда-то еще, будучи студентом, работала редактором журналов различных и глянцевых. Я поняла, что у меня, в принципе, формирование визуального контента чаще интереснее, чем работа в рамках слова в журналистике, потому что журналистика подразумевает жесткий, четкий формат и высеивается зачастую все самое странное, интересное и необычное. «Ну, что я рассказываю тебе, ты же работаешь, и вы все должны правильно успеть в водке все сказать, ничего лишнего». Конечно, мне, как творцу свободному со словом, такая работа была тяжела. А вот съемочная площадка и формирование картинки и видео оказалось невероятно захватывающим. Я так увлеклась, что пару лет назад открыла с коллегами небольшое агентство «22 Production» называется, и мы занимаемся производством фото и видеоконтента. Ну, собственно, для друзей-музыкантов, например, своих, все, которые будут выступать 10-го числа, я тоже снимаю по возможности и фото, и видео, и всегда помогаю, использую свои ресурсы для того, чтобы улучшить их визуальный образ. С Мишей тоже мы уже сделали какие-то съемки. А, ну и самое важное, мы пишем песню. Совместно? Да. Вот, и будем снимать на нее клип. Ну, потрясающе, ждем. Марина, ну, послезавтра эта лекция, мы попадаем на нее как-то? Лекция будет посвящена... В общем, послезавтра, подождите, сегодня какое число? Сегодня пятая, правда. Послезавтра, да, все в порядке? Спасибо. Лекция будет посвящена производству фото и видеоконтента. Просто, на самом деле, это сложный, четко организованный процесс перед продакшеном, постпродакшеном, подразумевающим по собой кучу юридических аспектов, там, и массу мелких нюансов, незнание которых приводит к тому, что мы часто имеем продукт низкого качества, непродуманный или не отражающий то, что имели в виду клиенты или творческие единицы, например. Помимо того, что это для меня доход, у меня, конечно, есть благая высоконравственная цель, образовательная, и всех фотографов московских знакомых, и их ассистентов, и всех коллег-продюсеров, и всех визажистов я приглашаю на этот мастер-класс бесплатно. Как и его организатор, хороший фотограф Женя Дюжакин, вот мой друг Евгений Дюжакин. Мы это делаем для того, чтобы повышать общий уровень, растить цвету, и чтобы у нас у всех были крутые картинки, и на улицах у нас были мастер-классы. Миш, ты отправишься на мастер-класс? Да. Ты же будешь учиться всему этому. Что касается образования, Марин, ты же еще в Санкт-Петербурге иногда ходишь по школам, какие-то внеурочные такие внеклассовые мероприятия, которые проводятся, поэтами, иногда одна, иногда кого-то берешь с собой. Это ты делаешь по приглашению? Ну, это началось довольно давно. Моя мама педагог, она учитель начальника. Сегодня же день учителя. Да, вот у нее сегодня праздник, мамочка, поздравляю тебя. Поздравляю мамочку твою. Как ее зовут? Елена Николаевна. Елена Николаевна. И в лице Елены Николаевны поздравляю всех преподавателей, которые нас смотрят, слушают. Она как-то перевела ко мне любовь к детям, и я работала в школе очень много с ней, в группе продлежного дня и вела всякие кружки для детей. Потом я придумала программу для детишек, отстающих в развитии, связанную с рифмой, играми в рифму элементарную. Мне мама помогала с этим, и мы какое-то время с поэтами петербургскими давали ее в детдомах. Сейчас, когда у меня есть возможность, я тоже это делаю. Правда, возможностей не очень много. Все меньше и меньше. Но я увлеклась другим направлением, не менее важным, в силу того, насколько популярен баттл-рэп и блогеры, которые как грибы вокруг окружают этот жанр. И появляются все новые герои. Мне хочется общаться с молодежью на тему, где грань между развлечением и искусством. Почему мы не можем сказать, что у... Ну, кто там есть смешных блогеров? У Хованского нет искусства, и все-таки это там развлечение больше. Потому что, ну, каша в головах у тех, кому 10-15. А они смотрят на количество подписчиков и просмотров. Поэтому сейчас, когда у меня есть время, я с удовольствием хожу к старшеклассникам, сажусь и часами беседую с ними про смысл творчества, самоцель, где заканчивается рефлексия и начинается работа над словом. Зачем мне это надо? Как так получилось? Почему рэп модно? Что будет потом? И делаю это именно для того, чтобы, ну, хотя бы что-то из того, что я сама понимаю, рассказать им. Наверное, это даже важнее, чем мои стихи и процесс. Совсем в каком-то... Я так, если не ошибаюсь, в совсем недавнем твоем интервью одном ты сказала, что рэп, да, это такая вот культура, очень субкультура, очень современная, модная. Ну, я думаю, лет пять, говоришь ты, оно еще продержится у нас. А дальше тогда что у нас потом? Я не знаю, Саша. Ты знаешь, Миша, а ты? Миша, может, ты знаешь? Да, Миша. Тем более ты пророк, ты уже нам сказал, у тебя есть какие-то вещи такие. Вот такое изменение глобальное в этом жанре. Часть людей предсказывала совершенно смело, например, как дает битмейкеров Дарк Фейдерс, люди, которые пишут музыку для моего проекта и для некоторых других. Привет, чуваши! Ребята начали, что называется, да, термин переобуваться по звучанию задолго до наступления всех современных модных звуков. Задолго до. Ковали как в кузне, да, оттачивали, выкраивали эти библиотеки звуков и собирали. В то время, когда с телеэкранов нам вещали 50 cents и вот все прочее, да. Поэтому какое-то представление я имею о том, что может измениться в этом жанре и когда. Так что через 5 лет мы будем слушать? Через 5 лет отступит и уйдет все пагубное и глупое и вырвется вперед только свежая побуждающая умная мысль. И я, как непосредственно участник этого жанра, максимально над этим поработаю тоже. Спасибо тебе, дорогой Миша. Прекрасные слова, мне кажется, чудесный прогноз. Хочется знаний в музыке, хочется знаний в жизни и в музыке тем более. И слова хочется правильные, и слова хочется, которые... Я буквально на днях беседовала с изданием SNC, которые тоже очень много меня спрашивали про Rap Battle, про Versus, почему-то всем, хотя это было в 2014 году, до сих пор интересна именно эта тема, она сейчас остра, актуальна. Конечно, мне уже немножечко это начинает надоедать в силу моей эмоциональности. И закончила я свое интервью как раз словами о том, что мода на ту или иную форму, она все равно быстротечная. Будь то блузка, прическа или жанр, или поджанр, мода на... Вернее, даже не мода, а талант и искренность, они неисчерпаемы и никуда не денутся. Поэтому можно, конечно, все время менять прическу, блузку и форму, пытаясь угнаться за паровозом, который все равно быстрее тебя. А можно уповать на талант и искренность свои или людей, которые тебя окружают. Друзья, мы продолжим программу и, Миша, обязательно скажем, после того, как вернемся в эфир, оставайтесь с нами. У нас сегодня потрясающий выпуск программы, потому что у нас замечательный поэт Марины Кацуба, Мэйти. Марины гастрольный тур прошел очень успешно и близится уже завершение его. Десятого октября у нас с вами есть возможность побывать на потрясающем концерте. В Москве будет много гостей, будет все происходить это под музыку и, в общем, будет какая-то фантастическая атмосфера. В то же самое время, Мэйти, у Марины заканчивается гастрольный тур, у него же начинается. Рассказывай, куда отправляешься. Ставлетную палочку, да, забирай. С 1 ноября, да, мы отправляемся в тур. Мы, это я и мои музыканты, в том числе Дмитрий, с новым релизом, с новой пластинкой, так скажем. Ты едешь как исполнитель, как музыкант, да, не как поэт? Музыка первична в концертной деятельности. Ты же будешь читать стихи, Миша? Безусловно, между делом. Мы умело комбинируем прочтения и непосредственно песни. И то и то получается, на мой взгляд, искренне. Какие города уже известны или смотреть лучше у тебя? Да, первые 6 городов тура мы уже открыли для информации. 1 ноября это Петербург, мы начинаем с Петербурга. Следующим днем 2 ноября выступаем в Москве, 7 ноября Краснодар, 8 ноября Ростов-на-Дону, 9 ноября Воронеж и 17 ноября Самара. Но я думаю, люди обязательно найдут дополнительную техническую информацию касаемо места и времени. На нашем официальном сайте mateyontour.com и во всех соцсетях. Мы для этого постарались. Ждем тогда твой московский концерт ровный. Марин, ты отправишься вслед за любимым по городам и весь? Ну, я буду писать второй альбом вслед за любимым, потому что у него их уже 4. У тебя хотя бы появится время, да? Немножечко. Буду работать над нашим клипом, который мы к этому моменту снимем и буду сидеть на его монтаже. Ну и печь пироги, наверное, заманивать его в Петербург и писать стихи. Миш, прочитаешь нам что-нибудь? Конечно, с удовольствием. Немножко отчаяния через надежду. Ресторан, Арбат, усталость, дождь. Я иду, повесивши на бок. Ты меня не любишь и не ждешь. В этом твой неоспоримый навык. Говорят, ты изменила цвет. Говорят, ты стала некрасивой. Верно это все от сигарет. Дым меняет нас невыносимо. Я тебя не видел много лет. Я тебя запомнил в лучшем виде. И едва ли верю в этот бред Тех людей, что на тебя в обиде. Но я вряд ли стану убеждать, Что тебя не миновали беды. Ты всегда любил побеждать. Только где они, твои победы? Что же до меня, то я опал. Каждый сон, как праведные муки. Я похоронил и откопал все, чего касались. Мои руки. Я давно не провожал закат. Помню его внешность по открыткам. В переходе плачет музыкант, Разбивая мятый воздух скрипкой. Дует так, что вряд ли повезет. Без простуд добраться до салюта. Этот ветер что-то принесет. Я уверен в этом, абсолютно. Мне бы небо в цвете голубом, А не то не ровен час повязан. Я похож на глупого ума. В глубине меня ракочет язва. Собираю телом волдыри. Брею мысли в голове мятежи. Никого не слушаю и курю. Для меня ты остаешься прежней. Браво, ребята. Спасибо огромное. У нас 15 секунд до конца эфира. Все очень жестко. Спасибо Мэйти, Марина Кацуба. Вим, спасибо за прекрасное музыкальное сопровождение. 10 октября, друзья, отправляемся на концерт Мариночки. И там мы слушаем, смотрим Мэйти. Спасибо, спасибо. Вы волшебные, невероятные. Пожалуйста, оставайтесь таким же и будьте счастливы. Такие же влюбленные, красивые. Удачи вам и всего самого хорошего. Спасибо. Всегда вас ждем на телерадиоканале Страна ФМ.